Показывает хороший, сочный контрстрайк и вопрос все-таки смогут ли закрыть на двух картах своих оппонентов. Вот это начало капитан, отличный минус, сбривает тейбл при попытке агрессивно действовать на шарах. Ну и дальше уходит в действительно закрытый диффенс команда героев. Раздобыли то, за чем охотились и вообще там в упор попытаться разобраться, занять агрессивные позиции. Так, посадочка увидел, какой хедшот, мерз чудом остается жив, 4% здоровья, а это все товарищ Юрих. Так, ну что, будет контрподсадка, но сюда действительно сейчас могут проверить уже, это может быть прицел или не будет подсадки? Не будет. Ну, ее скорее всего ожидают, поэтому... Контрподсадка, да ладно, прочекали. Блейм, хороший минус, забрал Ксератор, здесь два игрока, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, братская могила для... Как, не прочекали второго, это что такое происходит у героев? 4% у мерца против сотового арта, что сотворил мерц? Ну и, конечно же, вопрос к арту, зачем так агрессивно вернуться на второй карте, а именно на оверпасть? Где-то повезло, мне кажется, форс сейчас выиграет, фурия, ну давайте посмотрим, вот этот аук может зарешать, и он работает, мерц, красавчик, важнейший минус, есть большинство для защиты, ну и посмотрим, а там никому даже на размен выйти, там только арт один близко находился. Кстати, вот эта ошибочка, которой арт не воспользовался, но со второй попытки остановил агрессию от Блейма. Теперь приемка монстра, интересно, там игрок на вилке, игрок под стенкой, и очень такой... Под флэшку четко работают, а чехи... Нет, не проверят, они не проверят эту посадку. Ой, как обидно здесь у игрока-героя. Два красных, 3-12%, как же везет бразильцам в этом раунде. Правда, до взятия с большой вероятностью дело не дойдет, но, откровенно скажем, повезло. Тут бомбу, ну, наверное, не даст, если ли он там поставить, кэп должен законтролить такое, он должен выходить. Нет, все-таки минус хаешки, еще один минус с юмпика, но бомба установлена. И, в общем-то, концовка этой первой половины не будет проблемой для этой команды, поэтому лучше уже вот с первого оружейного тащить, что и, в принципе, происходит. Есть энтрекилл, небольшой разменчик в исполнении из тага. Один есть молотов, номер 3, он... Дымов больше нет, и это проблема. Он в девятке, ну, в шорт закинуть было бы неплохо, конечно. Так, ну что, попытка выхода на базу Б, раскидочка, Силлиан есть хороший минус, забирает Ксерата. СГш, какая же замечательная штука. Так, ну что, Арт, заметил Адама Фрайберга, будет ли минус, ТЗшка, нет, проигрывает перестрелку. Два красных, два в три, еще можно потащить, но нет, не получается сделать важнейший минус, и Винни, ну, попытается сыграть раунд один в три, и, в принципе, почему бы и нет, Винни. Ну, там снайперская винтовка, вот проблема основная, справиться с Мерцем сумеет ли? Нет, просто на прицел выходит, и это четвертый раунд для героев. Что в спину, в принципе, в теории, вот его могут через фонтан обойти, пытается чекать, смотрит, чтобы ребятам в спину не зашли. Ну, вот здесь вопрос, прочекает ли угол, или да? Блэйм пошел. Да ладно, и дал минус, 26 кп остается, казалось, что Юрий. Он как раз-таки на движении словил бразильца, и в итоге, опять-таки же, тайминги на стороне героев в начале карты оверпасс. Ну, вот он, выход шорт, не очень хороший смог, был просвет, пошел минус, падает бомба, все, вся информация есть у героев. Да что такое? Буря, это третья карта, ребята, если вы так будете дальше атаковать. Ну, знаешь, вы видели, что вчера дальние позиции в матч против Спирит не работали, ну, по крайней мере, у защиты Спирит, и более контактно действуют героики, и это то, что приносит им плоды. Ксерата последний против четверых, 30 секунд до конца, попытка выхода с монстра. Но уже пора, парни, здесь по-другому, по-моему, не выиграть, бетом останавливают железно. Итак, что в этом раунде, опять-таки же, ну, на скоростях пытались действовать фурия. Он сейчас может подняться, и тех принять, и игрока, который разводит, попытаться можно подловить или просто дождаться. Ну, посмотрим, пошел все-таки в спину, изи. Это две спины, это два легких фрага для новобранца команды героев. Плюс бомба, минус на длине, все, остается последний игрок перед парнем. Что случилось? Говорит, Ксерата. Знаешь, такое ощущение, как будто бразильцы посыпались. Ксерата последний, есть минус, в подвале Блэйма забирает, постарается под флешку сделать еще урон для экономики команды героев, но не получается. Решили то, что вот сейчас они опять пойдут на Б, но нет, ребята, хоть одного верните на точку. Ну, знаешь, очень четко распоряжаются дымами героек. Вот это контрагрессия, в первую очередь, стена дымов, коктейли Молотова, хаешки, флешки, которые залетают и мешают бразильцам проходить. Итак, заметил бой Мвинни. Не ожидали такого сопротивления после победы на Мираже. Нет, я не знаю, пикать карту, где ты можешь атаковать только на один плент, это очень плохо. Посмотри на этот выход. Как четко залетел коктейль Молотова, Юрих один пытался пропрыгнуть, был обезврежен. Ну, а дальше у бразильцев что-то получается. 3 в 3 ситуация. Эйбл, вот это выход на базу Б, два минуса. Ну, тут протаранил, бросай. Один на один ситуация. Знаешь, что игрок на монстре ушел. Все, не успел. Успел? Успел? Нет, не успел. Куда ты лезешь? Ну, это было близко. У них здесь очень настрельный выход, но сейчас только один ЛП, пистолеты, 4 соперника. И это все говорит о том, что их жесткость все отстреляют просто в хлам. Что ты? Арт, хорошая попытка. Убить стену. Так, а все же минус делает. Находит в дыму Адама Фрайберга. Фрайберг стал сагрессировать, но вот дальше. Истаг должен хоронить бразильцев в этом моменте. Два минуса от него, но ситуация по-прежнему рабочая. Где там все остальные? Потому что в девятке тоже смог в этот момент. Так, размены, размены. Еще раз размены. Заметил. Он знает, где находится Винни. Поставить дом будет невероятно сложно. Это нереально. Это нереально. Нереально. Да, это победа в раунде. Аксирата должен сохранять снайперскую винтовку. Таймерги. Вау. Это было хорошо. На Инферно возможно что-то получится, но уже не факт. Если так Мерц там будет настреливать, если будет остановлен банан, то... Ну ладно, об этом попозже поговорим. Здесь еще можно закамбычить даже с 0.10. Начинается entry kill. Юрий минус токсик. Ну что же, прием от Силиона. Ну и пока что ситуация 4 в 4. Очень неплохо раздамажили бразильцев. Это минус арт. Нет. Вот это промо. Харт. С 2К. Харт. Ну все же забирает Асилиона. Не без проблем, но минус делает. А вот и Мерц уже отмечается со своим АВП. 3 в 3 ситуация. Есть инфа по пленту. Минус. Вот закрыто. Все. Истак своевременно приходит на помощь и делает 2 минуса. Арт последний. Со снайперской винтовки позиция арта известна. Ну и тут вопрос того, как быстро заберут последнего из бразильской команды. Ведь АВП они видят, что оно особого результата не приносит. Да, но того и не стоит. Посмотрите, мы тоже... Ну вот сейчас уже добавили деньги за этот выигранный раунд. Тем не менее, тиммейты доигрывают ситуации, в которых Адама моментами просто устраняют. Так, смотрим. Очередная попытка пройти вот как... Здесь закрыто. Мерц. Опять-таки же хорошее начало. 2 минуса с АВП. Эйбл и Венни погибают. И размена по-прежнему нет. Ты видел хоть одну гранату от атаки? Это, знаешь, белый флаг. Ксерата последний против пятерых. Да, вот на такой агрессии, конечно же, что-то получается у игрока команды Фурия. Да вот вообще ничего не получается. Они даже вот не могут просто пройти фонтан. Это уже не смешно. Так, Ксерата. Кстати, герой вчерашней карты в Оверпасс. Неужели возьмет этот раунд? Героик понимает, что с этим парнем шутить не стоит. Хотя нет. А Силен решил поджать. Кикки Серата решил потащить этот раунд. В принципе, понимает, что еще на А может вернуться. Короче, попал в историю. Так, отпустит или нет? Ну, походу нет. Походу нет. Четко работает капитан. Тринадцатый раунд для команды Героя. Тебе залетает... Ну, правда, это не атака сейчас. Иногда у тебя часто первый респ, и ты получаешь. Так, посмотри. Дерзко решили сыграть Фурия в этом раунде. Юрих делает первый минус. Все тот же Адам Фрайбер погибает первым. Но тут уже открылась дверь и просто расстреляны в спину, парни. Это жесть. Вот дальше закрыто. Эйбов Арт вдвоем против троих. И бомба, вот она. А вот и Арт. Кстати, это шанс прокраситься в спину сразу двум игрокам. Нет. Буэйм. Не дает его сделать. Все. Кто проходит под шифтом, никто его не контролирует. Мерц уже в девятке. Там девятка, да. Вот как пройти девятку? Я думал, астак сейчас будет все-таки шире смотреть шорт, но... Так, должны услышать установку. Нет, тихо. Бразильцы, которые обыграли команду Героек на Мираже, на их выборе, проиграют свою карту в ноль. Там были фанаты Героек, писали в комментах на Халтворк. Сейчас все будет в один камбэк. Вот вы увидите. Ну и пока... Пока они правы. Но, опять же, Инферно будет непросто. База Б. Просто База Б. Сколько раундов подряд... Ну, ладно, не подряд. Сколько в общем раундов на базу Б ходит команда Фурия. Может, не надо играть у Верпасса вообще в ближайшее время? Переиграли. Может, на Мейджоре не стоит вообще применять эту карту в Бразильце? Ну, страшно как-то. 29 у Юриха. 1 в 4. Изи-катка для Адама Фрайберга. Наконец-то Фрайберг делает хотя бы 2 минуса в раунде. Куча борьбы и куча ситуаций. Там 1 на 1 в конце. А бывают вот такие. На самом деле здесь были моменты. Начало. Начало было крутое. Так, а вот и начало положено. Арт делает первый минус. Вопрос. Задача простая. Просто выдохнуть и 15 подряд. Ну, тут терять нечем. Действительно, здесь надо просто тащить все подряд. О, ой-ой-ой, как хорошо! Эйбл. А тут еще сюрпризы. В подвале еще 2 игрока. И, знаешь, героики этого даже не ожидают. Таковое? Подожди. Знакомый пистолетный раунд. Вот только недавно. Возможно, студия аналитики меня вот потом поправит. Вот только недавно на минорах у кого? Какой же команда? Вот такую же пистолетку с таким же вот байтом в коннекторе. Ну, возможно, наши зрители там подскажут. Подобрал бомбу или она у него была? Это вопрос. Ну, не суть. Попытка установить бомбу на базе Б. Тут просто нет шансов. Здесь 2 игрока. Третий двигается в спину. Алексей, будьте здоровы! В овертаймы не верят. Но нет, бразильцы попытаются зацепиться. Смотри, как зажимается игрок. Тут шансов просто нет. Дает один минус, а дальше все. Сразу же размен. Все, 4 на 4. Все устраивает атаку. 35 секунд до конца. Главное, не подставиться под номера 6. Это Юрий. Восьмой эксератор примещается в банк. Ну и давайте смотреть. Юрий, очень важно. Очень нужны фраги на этой позиции. Иначе просто жесть будет. Сотрут в порошок. 2 плюс 2. Выход нет. Да ладно! Вот это Юрий. Вот это вертуха. Два минуса. Мерц Вейм отвечает. Попытка поставить бомбу на последних секундах. Нашьют его. Просто нашьют. А вот это победа в раунде. Вейм последний. Сейв Ака 47. Третий отыгранный маппоинт командой Фурия. Три дигла плюс Кала... Три. Три дигла Калаш, который оставили в прошлом раунде. Здесь уже игрок в спине. Он почти на терровском спауне. Это Юрий. Три игрока на точке А на приеме. Но мы понимаем, что тут парочку точных шотов. Три на Б. Все на Б. Фрайберг. Есть первый минус. Адам Фрайберг. Вот оно включение от старичка. Два. Три минуса делает. Последний Винни против четверых. Ну такой уж и не тащит. Винни, кстати, не чекают. Не ожидали здесь все-таки игрока. Но моментальный размен. Изи. Вторая карта. Да, это было быстро. Жестко. Мерц. Жестко.